Напомню, что главное событие национальных видов спорта пройдет этим летом в селе Верхневилюйск. С 1 по 9 июля за звание сильнейших спортсменов республики будут бороться представители всех районов Якутии. О том, как готовятся к играм мирнинцы, расскажет коллега Анна Винокурова. 9 дней и 10 видов спорта. Так называемая в народе якутская олимпиада в этот раз пройдет в Верхневилюйске. Подготовка мирнинских спортсменов к играм Манчары началась еще в январе. Они у нас участвовали в республиканских соревнованиях, в Вилюйске, в Верхневилюйске, в Якутске. Но уровень наших спортсменов все-таки желает быть немножко выше. На чемпионат республики мы возили 11 человек, у нас 4 забрали. Вилюйск забрал, Ленск двоих забрал. Главная проблема промышленных районов на больших соревнованиях – это недопуск спортсменов. Многие атлеты постоянные прописки в мирном не имеют. По правилам Министерства спорта Якутии, они не могут представлять на играх «Алмазный край». Кроме меня еще одна женщина, участница прошлых игр, тоже по временной прописке живет. Поэтому нам пришлось искать ей замену, и себе я тоже искал. Но все же в команде Мирнинского района есть свои звездочки. 15-летний Дмитрий Черепанов на прошедших в Вилюйске соревнованиях по стрельбе из традиционного лука занял второе место. Проиграл всего несколько баллов призеру России. На соревнованиях в Вилюйске мне очень понравилось. Интерес появился. Вот сейчас готовлюсь к играм «Алмазного края». У спортсменов «Алмазного края» есть еще 4 месяца, чтобы войти в форму и не подвести свой район. Анна Винокурова, Артур Голиков, Илья Засухин. Телеканал «Алмазный край».